Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня видео про разжижение густой крови для защиты от тромбозов, атеросклероза сосудов, тромбофлебита. Густая кровь – это состояние, когда форменных элементов крови, тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов и разных других веществ крови, или больше нормы, или в норме, но при меньшем количестве от нормы, воды в плазмой крови. Это и есть состояние густой крови. Такое состояние вызывает гипоксию, и оттуда большие проблемы в тканях и клетках. Повышенная вязкость крови часто связана с неправильным питанием. Это две глобальные проблемы, по сути, то есть дефицита воды в питании, в питье, и продукты в рационе, вызывающие загущение крови из-за своих специфических свойств и соединений, которые в процессе пищеварения попадают в кровь. В такой крови повышена концентрация холестерина, липидных соединений, тромбоцитов, лейкоцитов, гемоглобина, глюкозы, ну, из-за недостатка воды, так как именно в жару возрастают в разы число инсультов и инфарктов, то есть человек потеет, теряет большое количество влаги и кровь сгущается, то главная причина густой крови и тромбозов как раз это дефицит потребления воды. Препараты, тромбоаз и тому подобное, что назначают врачи, не устраняют, как вы, я надеюсь, понимаете, причины загущения крови, а борются лишь со следствиями причин, но вызывают при этом проблемы с ЖКТ печени и почек. Есть природные средства и даже продукты, разжижающие кровь естественным путем, и потому просто надо менять свое питание и образ жизни. Почему? А потому что они и привели вас к загущению крови и тромбозам. Сейчас эти состояния у большинства людей. Вот вам кратко, причины загущения крови и тромбозов. Малое количество воды, как уже было сказано, это следствие малого питья, недостаточного. Чрезмерное потение, скажем, из жары или по другим причинам, и в результате, что обезвоживание организма, то есть как раз загущение крови. Еще причины, это закисление организма. Другая причина, ферментная недостаточность поджелудочной железы и из-за проблем с кишечником. Еще одна причина, избыточная крови, разрушающая функция селезенки. Причина, это и болезни печени. Это повышенный сахар в рационе питания и в крови. Редкая причина, но все же есть, это облучение. Очень частая причина, это дефицит витамина С, минерала селена и минерала цинка. А также омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. И еще дефицит соли. Есть и такая причина. Мораль тут такова. Во-первых, надо пить воду, именно воду, не чай, кисель, компот, морс. Только вода является универсальным растворителем. А если между молекулами воды уже что-то растворено, это не растворитель, а раствор. А организму уж так от природы положено. Необходим именно растворитель для выведения из организма различных метаболитов, продуктов, отработки организма. Для всех биохимических процессов в организме нужна только вода, не другие жидкости. Обязательно свой день надо начинать со стакана теплой воды. Утром натощак. Об этом у меня было видео. Вот это я оставлю вам ссылку на него. Посмотрите, кто не видел. Если у вас по результатам анализа крови повышен гематокрит, это показатель того, что вы пьете мало воды. Это точно. Никакого кофе никогда не пейте. У кого есть тромбозы, тромбофлебид, у кого густая кровь, категорически нельзя. Никакого, разумеется, алкоголя. Здесь это надо сказать, хотя само по себе употребление алкоголя, это неестественно, это аномально. Это просто преступно по отношению к себе, детям и обществу. Разумеется, никакого курения. Курение – это ужас. А курение с алкоголем – это смерть гарантированная. Если не от рака, просто человек может не дожить до него, то обязательно от инсульта, инфаркта и других проблем. Еще одна очень важная причина – это трансжиры в питании. То есть маргарин и производные. Вообще, на упаковках часто пишут гидротированные продукты. Вот эти гидротированные растительные масла и есть. Маргарин, маргарин – это трансжир. Потребление трансжиров приводит к онкологии, но в том числе к загущению крови. В контексте данной темы, поясню, потребление трансжиров приводит к резкому росту холестерина в крови, плохого холестерина. И это приводит к образованию бляшек на стенках сосудов и снижению их эластичности. В результате на бляшках оседают тромбоциты и начинают расти тромбы. Вот как это происходит. А вы слушайте, я советую потом пересмотреть и все-таки законспектировать. Ведь если вы уберете те причины, которых у вас точно нет, и вы уверены, знаете, например, вы не едите те или иные продукты, или пьете достаточное количество воды, пьете только воду, то отбросив эти, останутся как раз последние возможные. На них и надо провериться. Еще одна важнейшая причина, одна из главных, это сахар. Глюкоза, фруктоза. Сахара сгущают кровь. Это риск тромбоза. У больных с сахарным диабетом второго типа всегда густая кровь. Сахар повышает уровень глюкозы в крови. Это сгущает кровь, а также нарушает обмен жиров и углеводов в организме. А это все понижает интенсивность течения крови и создает благоприятные условия для склеивания тромбоцитов в тромбы. Усугубляет сгущение крови стрессы. Некоторые люди говорят, прям пишут, спорят, что крапива, тысячелестник, зверобой сгущают кровь. Поясню. Воду пейте. И не ешьте консерванты всякие, химию. И не будут тогда сгущать. А то при таком питании вы хотите еще, чтобы ничего не сгущала кровь. Нет, это разные состояния. И травы совершенно по-разному при разном питании работают. Но помните главное, мясо сгущает кровь, особенно жареное все, копченое. И вообще высокомолекулярные белки животного происхождения в первую очередь сгущают кровь. Откажитесь уже, пора от мяса-то. И посмотрите для того, чтобы уже окончательную точку в этом вопросе поставить, мое видео с ироничным названием, в кавычках я его беру, «Мясо надо есть». И вы поймете, почему. А вот такие травы, как донник, сабельник и кора белой ивы, они разжижают кровь. Можно смело пить на пару из них. Ну, из какой-то одной травы. Можно их потом чередовать понедельно, допустим. Разжижают кровь цитрусовые, имбирь, инжир. Но лучше всего лесные ягоды и клюква, и брусника. И даже черника с голубикой, и морожка, и вороника, и другие. Зелень почти любая разжижает кровь. Разжижает кровь чеснок, который, кстати, является и прекрасным желчегонным средством. Разжижают кровь и лук, свекла. А вот сгущают кровь, например, грецкие орехи, бананы, картофель и бобы. Из-за как раз повышенного содержания высокомолекулярных белков, растительного, конечно, происхождения, но тем не менее. Поэтому едите бобы, пейте в этот день. И до приема пищи, и где-то через час после больше воды, чем обычно. Жиры тоже сгущают кровь. Тут люди правы, кто такое говорит. Но только если вы едите с ними, ну, в течение дня, сахара. А так нет. И еще сгущают кровь продукты, способствующие образованию газа в кишечнике. Тут вина не самих продуктов, а их сочетаний, как правило. То есть белковая пища с углеводами. Вот вам и газообразование. И люди почти все сейчас заработали себе такие состояния, как СИБР, синдром избыточного бактериального роста, синдром дырявого кишечника, различные дисбактериозные состояния. Это очень плохо, их надо лечить. Про это у меня есть видео на канале, ссылку я тоже оставлю. И, казалось бы, вы спросите, как это связано с тромбами? А ответ прост. Вздутие живота газа приводит к ухудшению кровотока в сосудах нижних конечностей, а значит, способствует прогрессированию тромбоза в этой части кровеносной системы. И еще, витамин К1, хотя он и жизненно необходим для человека, но в то же время, при равных прочих, при вот других проблемах, приводящих к образованию тромбов, он повышает свертываемость крови. Это хорошо, потому что это избавляет человека от смерти во время кровотечения, если вдруг они случаются. Однако, даже врачи лечат тромбозы с помощью препаратов-антагонистов витамина К1. Понимаете? Учтите это. И, конечно же, переход на сыроедение, веганское сыроедение, решит проблему тромбозов и густой крови на 100% из 100%. Очень важны и помогут в деле разжижение крови, как и ликвидации тромбозов, препараты профессора Исаева, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами, ну и различными антиоксидантами. Видео о нем и о его изобретениях я оставлю по ссылкам под этим видео. Очень важна фульвовая кислота с цинком, рекомендую ее принимать обязательно пить. Там 4 важнейшие функции, плюс жизненно необходимый цинк в филатной форме. Итак, дорогие друзья, полагаю, вам данное видео было очень полезным и важным. Оставьте комментарии под этим видео, черканите, не поленитесь. Перешлите ссылку на данное мое видео своим друзьям, близким, коллегам. Напоминаю, что под этим видео оставлю очень важные ссылки. Ну а теперь досмотрите еще 2 минуты, особенно те люди, кто у нас еще ничего на нашем сайте nadgard.ru не покупал, и те люди, кто смотрит это мое видео, находясь и проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы 2 раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну, где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.